Встреча с московской Евсея Руси Кирилл, который совершает архипастерский визит в страну Латинской Америки, посетил православную общину парагвайской столицы Асунсьона. Предстоятель возглавил богослужение в Покровском храме, построенном на средства русских эмигрантов, которые были вынуждены покинуть свою страну после революции. На чужбине они обрели вторую родину, но никогда не забывали о своих корнях. Репортаж Павла Краснова. Среди субтропической зелени русский самовар смотрится странно, но в этом доме он не просто деталь интерьера. Когда родители Ирины Демарвиль, а сама она эмигрантка во втором поколении, добрались до Парагвая, у них не осталось почти ничего, что связывало бы их с родиной. И потому все, что напоминает о России, она бережно хранит. И православные иконы, и купленные уже ею самой матрешке, и семейную реликвию. Офицерские погоны деда, который служил еще в русской императорской армии. Я, конечно, парагвайка, потому что родилась тут. Но я, в моем сердце, я русская. У русских эмигрантов в Парагвайе особая судьба. Среди тех, кто бежал от революции, были врачи, инженеры, ученые. Но лучше всего здесь знают военных. Бывшие белогвардейцы пошли на службу в парагвайскую армию, когда той нужна была помощь в войне с соседней Боливией. В той войне русские офицеры сыграли решающую роль под их командованием. Парагвай одержал победу, и здесь этого не забыли. В Асуньсионе даже появились посвященные им улицы с такими названиями, как команданты Беляев и офисеру Серебряков. Правда, сейчас потомки тех офицеров даже между собой зачастую говорят по-испански. Но и связи с далекой родиной они стараются не потерять, в том числе и сохраняя в католической стране православные традиции. Первый православный храм в Асуньсионе когда-то основали именно русские иммигранты. Нам нужен этот храм. Без этого мы потеряли. Крошечная церковь кажется затерянной среди кварталов, но для выходцев из России это центр притяжения. И именно здесь отслужить литургию решил патриарх Кирилл, совершающий поездку по Южной Америке. Ни одна другая южноамериканская страна не оказала такого гостеприимства нашим беженцам после революции. И мы, конечно, храним в сердце благодарную память властям и народу Парагбаев. Но мы также помним, что русские здесь не оказались лишними людьми. Они усилили научный, интеллектуальный, военный, инженерный потенциал этой страны своими талантами и своими знаниями. Иммигрантов первой волны давно нет в живых. И чтобы почтить их память, патриарх приехал на местное кладбище, где немало захоронений с православными крестами. А после выслушал рассказ потомков русских переселенцев о том, как они жили и воевали за новую родину. Вот именно эта страница в истории Парагвая, она может и должна послужить дальнейшему развитию отношений Парагвая-России. О русской общине Парагвая патриарх обещал выполнить просьбу и найти священника для оставшейся без настоятеля местной церкви. Живущим вдали от родины эта частица России очень нужна. Павел Краснов, Николай Сысоев, Валерий Севастьянов. Первый канал. Асунсьон. Парагвай.